Приветствую вас, на мой взгляд, в контексте работы можно рассматривать следующие важные моменты. Первый важный момент заключается в том, значит, что важна цель, значит, с которой вы ищете работу. То есть для чего? Вам нужна работа, которую вы делаете. Ну, которую вы ищете. Зачем она вам? Какой целью она вам? Работа нужна вообще? То есть вы от неё чего получить-то хотите? От работы, ну, вообще. То есть, если духовное удовлетворение, да, там, то это одно, если достижение чего-то, ну, какой-то вершины социального статуса, там, я не знаю, привлекательности какой-то, престижности, ну, вот, это другое. Если заработать денег, это третье. Не всегда эти моменты взаимодополняют друг друга. Чаще исключат. То есть, да, престижная работа, как правило, конечно, содержит в себе и приличное денежное вознаграждение, это так. Но, бывают случаи, когда этого не происходит. Бывают случаи, когда престижная работа, а денег не очень даёт. Или когда денег много, а это не очень преспеченная работа. Вот, тут всё определяет, что для вас важно. Тем, ещё раз повторю, с какой целью вы ищете работу. Не знаю, может быть, вам вообще работать не надо, и вы ищете, вот, просто потому что, ну, считаете это нужным, вот, вы, как бы, вините себя за то, что вот, я не работаю, вот, мне нужно работать и т.д. Подобные, подобные проявления, да, подобные, ну, подобные позиции, они, ну, я бы не сказал, что они хорошие советчики, если честно, при поиске на работу и при устройстве на работу, понимаете? Вот, поэтому, тут вот нужно обязательно определиться с целью, причём постараться визуализировать. С одной стороны, вот, если вы работаете ради денег, с другой стороны, если вы работаете ради престижа, и с другой стороны, если вы работаете ради духовного удовлетворения, вот. На что ваше сознание, грубо говоря, откликнется лучше, это вот и будет той самой целью, ради которой вы хотите найти работу. Прошу заметить, что, может быть, истинная цель вам не понравится, т.е. вы не захотите её принимать. Дальше, следующий важный момент. Вы говорите о том, что не можете найти хорошую работу. Как правильно заметили вам коллеги, нужно определить, что есть хорошая работа. А вот и хорошее, слово «хороший», это очень оценочное осуждение. А поскольку это оценочное осуждение, то получается слишком много здесь, в том, что касается, ну, деловых каких-то аспектов, деловых каких-то моментов. Значит, определяется именно субъективным мнением. Знаете? То есть, что такое хорошая работа? Хорошая она в чём? Хорошая, хорошая она чем? Хорошая она для кого? Знаете? Вот. Далее. Нужно анализировать причины, по которым вы увольняетесь с работы. То есть, по факту, по факту, если вы не задерживаетесь на работе, и это происходит систематично, то за этим кроются определённые поведенческие алгоритмы. То есть, вы на работе начинаете что-то делать, что волей-неволей провоцирует начальство в итоге вас уволит, либо вы уходите сами, провоцируя конфликт, например. Ну, или там что-то ещё. Это означает, что на работе вы быть не хотите, что-то вы не держите за неё. Вы не делаете ничего, что могло бы вас, ну, например, на работе удержать. И у этого также есть свои причины. Анализ того, почему вы увольняетесь или не задерживаетесь на работе, является также очень важным здесь. Дальше, следующий момент. По каким критериям вы вообще говорите о своей стезе? То есть, стезя – это что такое, по-вашему? Стезя – это та сфера, которая соответствует вашим ценностям, которая соответствует вашим представлениям о мире, которая отвечает тому, как вы этот самый мир воспринимаете. То есть, грубо говоря, здесь нужно выстроить пирамидку. Сперва – ваши ценности. То есть, общие такие основы культурные, что для вас самое дорогое, что для вас важно. Далее, нужно, чтобы вы постарались определить формы того, как реализуются эти ценности в реальной жизни. То есть, вот есть ценность какая-то, да? Например, ценность гуманизма, допустим. Гуманизм проявляется, в общем-то, по-разному везде. Вряд ли можно говорить о том, что гуманизм проявляется в какой-то, ну, только одной сфере, да? Гуманизм может где угодно проявляться. Но одна из форм проявления гуманизма – это помощь людям. И вот помощь людям – это форма проявления ценности гуманизма. И дальше, как именно проявляется помощь людям? То есть, это конкретное приложение к этой форме. Знаете? Постройте такую цепочку, вы сможете определить, какое направление в работе для вас наиболее привлекательным. Ну и последнее, о чем мне хотелось бы сказать здесь – это то, как вы себя чувствуете во всей этой ситуации. Ну, например, в ситуации, скажем, постоянного поиска работы, постоянной неопределенности и так далее. Не является ли вот это состояние следствием чего-то, что вы переживали в детстве? Ну, например, например, вы не можете найти работу и вам в детстве говорили, что вы будете неудачником, что вы работу не найдете, что вы не сможете ничего добиться и так далее, так далее, так далее. Вот. Если что-то такое есть, то у этого есть именно такая причина. Например, вы не уверены в себе и считаете, что у вас ничего не получится. Вообще. От слова «совсем». И считая, что у вас ничего не получится, вы пытаетесь самому себе это доказать. То, что у вас по итогу ничего не получится. И вы знаете, самое интересное то, что если вы будете думать о том, что у вас ничего не получится, если вы действительно будете так считать, то на подознательном уровне все ваши действия будут, значит, сводиться к тому, что вы совершите ошибку. Классический пример, здесь классический пример, это когда официант работает в ресторане и, скажем, два года или пять лет лучше, Ведукоризменно разносит еду, посуду, вот. Приходит его мама, и он перед ней проходит, ну, рядом с ее столиком, с подносом наполненным едой. И мама ему в этот момент говорит «Осторожно». И он падает. Понимаете? Что здесь произошло? Здесь произошла такая история, что он знает, подсознательно он знает, что мама хочет, чтобы она ошибся. Потому что тогда она получит возможность, ну, быть довольной. Он, официально, в моем примере, знал, что она будет довольна. И поэтому, именно поэтому, он, будучи ее ребенком, и желая того, чтобы мама была довольна, неосознанно делает это, то есть делает так, чтобы она была действительно довольна. Если вы поступаете примерно так же по этому же принципу, то это нужно выяснять и корректировать. Потому что, иначе, иначе, у вас будут серьезные проблемы. Ну, дальше, в дальнейшем. Вы так и не сможете начать обидеться, и так и будете все время искать работу. Я не думаю, что это то, чего вы хотите. С другой стороны, может быть и то, может быть и то, может быть вы не хотите в действительности работать, как я уже говорил в начале. Вот. В любом случае, вот так, я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго. Удачи! Спасибо! Продолжение следует...